9 тысяч кировчан могут уехать в ближайшее время в Сочи. Возможность трудоустроиться предлагает им в службе занятости. Причем предложение работать на олимпийских объектах получает безработные граждане по всей стране. О глобальной нехватке кадров там объявило Министерство труда. Сейчас только на стройках там задействовано 70% мигрантов. Минтруд поручил региональным службам занятости активнее работать с безработными россиянами. Со списком вакансий и условиями труда знакомилась Елизавета Халикова. Работодатели Краснодарского края предлагают именно работу в городе Сочи на объектах олимпиады. Таким необычным предложением сотрудники центров занятости по всей стране встречаются искатели уже почти две недели. Работу по душе и силам Андрей Стартулат ищет больше полугода. До этого всю жизнь проработал водителем, а за три года до пенсии решил сменить вид деятельности. Сейчас подумывает поехать в Сочи, помогать на олимпиаде. Посмотреть бы в Сочи, да, в жизни рода не было, короче. Мы бы поработать для, как говорят, олимпиады, для родины. Ну, любая работа для меня пойдет. Не боюсь. Хоть так рассвета. По словам сотрудников центра занятости, поехать на олимпиаду может любой совершеннолетний житель страны. Требуются официанты, водители, горничные повара. Сейчас открыто больше семи тысяч вакансий. Устроиться можно как временно, так и на постоянной основе. Все, что касается заработной платы, уровня заработной платы, она зависит от квалификации и вида работ, которые там предлагаются. Естественно, вполне достаточный уровень, то есть где-то начиная от 20-22 тысяч. Кроме этого предоставляется жилье, питание, транспорт по доставке к месту работы. То есть эти все условия соблюдены. Естественно, социальный пакет. Помогут даже тем, кто недостаточно квалифицирован или не умеет пользоваться компьютером. Для этого в центре занятости проводят бесплатные обучающие курсы. Однакомиться с предлагаемыми вакансиями, а также отправить трюзюмы можно не только в центре занятости, но и дома. Для этого достаточно зайти на сайт kubzan.ru и прямо в интернете узнать, где и в какой сфере можно получить работу. Елизавета Халикова, Александр Оленова, Бюро новостей Давича.